В Советском Союзе считали, кино для детей надо снимать как для взрослых, только лучше. Я хочу на веки быть человеком! Удивительные приключения, школьные истории, волшебные сказки. Все жанры, кроме скучных. Ай, и пальцы же у меня загибать будут. Ага. Добрые, умные, чистые. Фильмы учили, не поучая, воспитывали, не назидая. Коровы не едят детей. Да-да-да, это все знают. Нет, не все. Эти фильмы прошли проверку времени. И сегодня их с удовольствием смотрят и взрослые, и дети. Приглашаем всю семью. Воскресенье после обеда. На детский сеанс. На канале Красная Линия. В эфире передача «Детский сеанс» и ее ведущий Юрий Мельтанян. Здравствуйте, уважаемые телезрители. По нашей доброй традиции, мне как отцу и ведущему, сегодняшняя передача помогает наш замечательный гость, врач, психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Александр, рад вас видеть. Здравствуйте. В советское время, в мою молодость, ну и, соответственно, в нашу замечательную моевую молодость, была такая рубрика, называлось «Письмо позвало в дорогу». Это когда писали о проблемах или, наоборот, о чем-то хорошем, и корреспонденты выезжали на место. Письмо из Белгорода, к сожалению, оно не подписано. «Сын стал очень странно себя вести, читать стал только про вудаизм, шаманов и прочую нечисть. Мне рассказывает про приметы. Например, на экзамен просят одну только рубашку гладить, типа счастливая. Но главное не это. Главное, что отвечает. Почему двойка? Сглазили. Почему прогулял последний урок? Увидел какой-то знак не ходить». Это вот такая цитата из письма. По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, то есть СООМа, 31% людей верят в колдовство и порчу, 33% доверяют приметам, а рейтинги, телевизионные, естественно, рейтинги, показывают, что одна из передач, где битва всяких там ясновидящих, она реально прочно закрепилась в десятке, в топ-10 самых рейтинговых передач российского ТВ. И вопрос. У детей что это? Это дань моды, игра или это уже патология? Давайте сделаем так. Мы разделим детей по определенным возрастным группам. Например, дети-дошкольники от 3 до 5, до 6 лет – это такая специфическая структура, именно восприятие окружающей среды, которая наполняется нашими рассказами. Сказками, легендами, мифами, тостами и так далее. То есть, в этот период, когда мы ребенку транслируем очень много того, что нам кажется интересным, но если не вчитываться в эти сказки специфические, хотя на самом деле там реально страшилки, мы вот это транслируем, а потом удивляемся, почему дети боятся. Так вот, ребенок-дошкольник должен бояться. Это нормально. Абсолютно нормально. Он должен бояться одиночества, темноты. Он должен фантазировать. Если с ним об этом поговорить, он скажет, что да, вот из-под кровати кто-то выскочит и так далее. Вот эта игра. Спрятаться под одеялом. Или строить такие разного рода укрытия. Вы же помните, да? Укрепление. Да, да, да. Это норма. С этим ничего делать не надо. Если вы хотите как-то включиться в процесс, но вы почитаете только очень медленно, очень вдумчиво эти сказки. Вот что вы читаете своему ребенку? Помните, Юрий, в Яралаше была такая серия, где мальчик-школьник кормит сестренку и читает ей сказку. Она страха рот. Семерка лета, она бедная. Не то, что проглотить, она сдвинуться с места не может. Потому, что он такой парень артистичный, он так это все подает. Глаза таращил. Слушай, ну если вообще западные сказки взять, там вообще какой-то трэш сплошной. Я вас умолю, а наши? Вы думаете, наши сильно лучше в этом смысле? Ну, тот же Морозко, там кого-то отправили замерзать в лес. Да, там, добрая мачеха. Да, или та же вот Золушка, где заход-то какой вот там. Я даже не верю в социальный аспект всех этих механизмов. Так вот, если вдуматься в этот процесс, именно вот того, что мы читаем ребенка, что мы транслируем, там же очень много эмоционального. Особенно, если это так вот сопровождается соответствующей тембровой окраской, вот вживающимся в роль. Или мы ставим ребенку пластинку с какой-то сказкой, где чтец очень артистичен и делает правильные паузы, и ставит правильные акценты. Я его вспомнил. В свое время, я помню, был такой писатель Кир Булычев. Да. И когда ему задали вопрос, журналист, а почему, собственно, вы взялись это делать? Он говорит, я начал читать сказки своим детям и понял, что это ужасно, и я был вынужден начать писать свои. Я не знаю, может быть, это была такая шутка, но мне кажется, что в этой шутке только чуть-чуть шутки. А все остальное по-настоящему. В принципе, есть даже в психотерапии у нас целое направление арт-терапии, где есть один раздел сказкотерапии. Есть определенные направления работы с метафорой, изоповым языком и так далее, и так далее, и на сказа. То есть, по сути, по своей получается что? Что любая наша эмиссия в сторону ребенка маленького – это такой специфический терапевтический сеанс. Иными словами, мы транслируем ребенку то, что у него должно закрепиться. Вы почитайте. Что еще интересно в сказках? Очень долго, очень подробно расписывается, как волк этих козлят ел. Как он эту шапочку выслеживал и съел бабушку, и как он там спрятался, и вот этот диалог финальный. А потом получается, что вдруг охотники прибежали, чик-чик, и все. Да, концов коротко. Согласен. Особенно про красную шапочку. Да, по факту получается что? Что мы насаждаем, мы исследуем жанру. Ну, нагнетаем обстановку. Конечно, мы подходим к апогею, и вот он уже эту бабушку ест, мы смакуем эту тему. А потом прибежали охотники. Так вот, если мы хотя бы как-то в равных позициях, если мы будем ставить акцент не на том, как волк ел бабушку, а на том, как, например, шапочка шла по лесу, как она внимательно смотрела вокруг, чтобы не заблудиться. Значит, вот если это дошкольник, то он не должен бояться в принципе. Но, Александр, здесь в письме написано, что на экзамен просят гладить рубашку, значит, уже взрослый мальчик. Да, как минимум это школьник и, наверное, уже подросток. Подросток. Вот когда подобного рода переживания соответствуют возрасту подросткового, а тем более взрослым, а взрослый, чуточку секунду, чуть позже скажу. Вот подростковая тема. Что такое подросток? Это пубертат. Всплеск гормонов, всплеск эмоций. И вот этот мощный гормональный всплеск зачастую, ну, не знаю, к сожалению или к счастью, выявляет и просвечивает, как будто вот через увеличительное стекло мы начинаем видеть проблематику. То есть, очень часто это становится такой вот зорницей психического расстройства. Вот. Почему именно в этот момент нужно быть крайне внимательными к ребенку? И не придумывать всякие штучки, типа, да ладно, перерастет. Вот как вот я общаюсь с педиатрами. Они говорят, ну, и что такого, подумаешь? Нет, не перерастет. Это самое ужасное, когда говорят перерастет. Это просто сложить лапки и ждать какого-то катарсиса. Абсолютно с вами солидарен. И с точки зрения, например, педиатра это не проблема, потому что он говорит, перерастет, идите отсюда. А родители с этим плотно живут каждый день. И вот для них дождаться вот этого перерастет крайне сложно. Тем более, что не перерастет, а претерпит метаморфозу. То есть, вот это уйдет, но появится что-то другое. Появится какое-то расстройство. Может быть, психосоматического свойства и так далее. Поэтому в этот момент нельзя думать о перерастет. В этот момент нужно привлекать максимальное количество специалистов для того, чтобы понять, насколько это соответствует норме. У нас, к сожалению, на сегодняшний день этот вопрос находится в виде не исключительно педиатра. Одного. Одного единственного. Хотя есть огромное количество детских специалистов. И неврологов, и психиатров, и психологов, и нейропсихологов, и дефектологов, и логопедов. Это я сейчас перечисляю все специальности, которые должны привлекаться родителями для того, чтобы выяснить, что к чему. И не потому, что мы вот такие крутые здесь в мегаполисе, у нас тут все есть. Нет. Не поэтому. А ровно потому, что есть огромное количество онлайн-консультаций. Я их не очень люблю. Но если мы говорим о том, что нет вообще ничего, тогда можно. Я могу сказать, что люди, например, ко мне приезжают из отдаленных районов, потому что они смотрят, например, нашу программу. И если возвращаться к нашему зрителю, который не подписался, но очень остро ставит вопрос. И вот эта идея статистическая о том, что да, вот такие программы о ясновидении, о хиромантии и прочее, и прочее занимают рейтинговые позиции. Конечно, это большая проблема. С другой стороны, мы должны понимать, что как только некая социальная стагнация в любой стране появляется, а мы неоднократно это переживали, как только экономический кризис становится не некой эфемерной идеей выступающих в средствах массовой информации, а начинает касаться населения, как только идея разрушения социальных связей становится реальностью, мы это неоднократно уже наблюдали, на авансцену выходит огромное количество ясновидящих, экстрасенсов, медиумов, восьми, в двенадцати, в пятнадцати поколениях, каких-то академиков собственных академий, каких-то потусторонних, там, ничего, да, и так далее. Белые, черные и прочие маги, магистры, все магистры. Да, всякого рода знаний, да. Я в нескольких социальных сетях принимаю активное участие в микрогруппах, касающихся психологии, психотерапии. Вот мракобесие реально шагает по стране, широкой поступью. А агрессия в чем проявляется? Эти люди пишут, что «А что врачи-то? А что психологи? Дураки они все!» Вот мы сейчас расположение звезд, посмотрим ваши линии, там выпуклости на голове и что-то там еще. Речь идет о чем? О том, что реквием по медицине и реквием по образованию, он имеет вот такой отклик. Если мы, врачи, психологи, педагоги, не справляемся с ситуацией, там формируется вакуум, а святое место пусто не бывает, оно моментально заполняется подобного рода, даже не знаю, как специалистами или как их назвать. Люди бьются, как мотыльки о свечу в государственных системах социальных и так далее, не находят поддержки, они вынуждены обращаться туда. Я могу без преувеличения сказать, что ровно половина, железная ровно половина людей, которые приходят ко мне, обращаются за помощью, они заявляют о том, что мы были уже везде, и у медиумов в том числе. Понимаете? Но для меня это, конечно, очень серьезная нагрузка, и я пытаюсь сделать все возможное, чтобы этим конкретным людям помочь, но вопрос не в этом, а в том, что они мечутся и ищут, и находят подобного рода поддержку. То есть, буквально, уважаемые наши зрители, к чему вас призываю? Критики! Сомневайтесь! Сомневайтесь в том, что там написано, пытайтесь найти какие-то подтверждения. Ну, потому что, к сожалению, иначе не получится. Так вот, этот конкретный случай, на мой взгляд, требует очень серьезной диагностики. А по большей части, в семьях ведь на сегодняшний день есть разные идеологические доктрины, в том числе и конфессионные. Никого не хочу обидеть ни в коем случае, никакой межнациональной, межконфессионной розни нет, нет, нет и нет. Но вот этот баланс, на мой взгляд, он немножечко сложен, потому что я как-то в одной передаче участвовал, там пришел батюшка, который говорит, ну, в школе необходим вот такого рода, значит, урок, такое знание. Я говорю, позвольте, вот был закон об отделении церкви от государства и от школы, он на сегодняшний день отменен? Нет. Закон не отменен, а движение есть. Понимаете? И вот здесь возникает как раз вот такого рода перипетии, я бы даже сказал, коллизии. Коллизии, да. Когда нам придется самим принимать вот такого рода решения и как-то в этом процессе участвовать. И, на мой взгляд, рост конфессионного сознания, который на сегодняшний день продуцируется первыми лицами государства, и мы это видим, которые на камеру, мало того, что общаются с служителями церкви, но, возможно, это и нужно в целях разработки каких-то механизмов управления государством. Но и определенные церковные праздники стали носить какой-то уже такой государственный характер. Государственный, да. Еще раз говорю. А государство? Да. Ничего не имею против, но мне кажется, что должен быть какой-то баланс. Баланс. По крайней мере, вопрос о чувствах верующих, он должен быть в балансе, потому что верующих у нас много. Неверующие у нас тоже есть. Давайте об их чувствах тоже поговорим. И вот здесь, мне кажется, очень важен баланс, и очень важно, чтобы у родителей, например, был выбор. Ну, потому что при церквях тоже есть школы при приходах. Почему? Ну, да, семинарии, пожалуйста, гимназии. Хотите, чтобы ваш ребенок был вот так вот в этой части как-то углубленно направленным? Хорошо, пусть туда. Почему общая образовательная школа какой-то крен обретает? Это странно. Это странно. Мне кажется, что выбор, да, должен быть, но он должен быть свободным. Он не должен быть навязываемым. И здесь вопрос больше к администрации этих учебных заведений, чем, собственно, к родителям и к детям. Поэтому дошкольники бояться должны. Младшие школьники должны быть рациональными. Средняя школа, подростковый возраст, у них уже социальный крен им не до примет. И если это как-то насаждается, тогда мы должны понимать, что что-то происходит в семье, чудес не бывает. А старшие школьники и студенты каких-то учебных заведений, средних, специальных, высших, не имеет значения. У них страхов не должно быть в принципе вообще. А если есть, это уже... А если есть, то здесь уже... Бить в колокол. Ну, по крайней мере, предмет для определенного, чуть более углубленного внимания, чуть более включенности какой-то в процесс. Потому, что психиатрия называется метафизической интоксикацией. И тут уже есть о чем подумать. Поэтому традиционно включайтесь, собирайте информацию, пишите нам, будем отвечать. Объединяйтесь в какие-то группы, задавайте вопросы специалистам. Сейчас это несложно. В общем, не бездействуйте. Ну, то есть, действуйте. Спасибо, Александр. Вот так, уважаемые телезрители, очень четкий алгоритм действия, что надо делать. Ну, а так, если от себя, позволите сказать, например, есть такая примета, просыпал соль, будет ссора. Между прочим, это абсолютно логичная примета. Потому, что в свое время на Руси соль стоила не только дорого, а очень дорого. И даже были соляные бунты. И поэтому, кто просыпал примету, мог получить не только ссоры, но еще и физические небольшие повреждения, а иногда большие подтверждения данной теории. Ну, на этом прощаемся. Спасибо, Александр. Спасибо. Всего хорошего. Зовите всех. Мы начинаем. Субтитры создавал DimaTorzok